18 ноября в нашей стране проводился Всероссийский день правовой помощи детям. В городских поселениях Люберецкого района в течение всего дня юридические консультации бесплатно могли получить дети, опекуны, попечители и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Владислав и Оксана Прохоренковы из городского поселения Томилина воспитывают двоих собственных и пять приемных детей. Правовых вопросов приходится решать немало. В едином центре оказания бесплатной юридической помощи в городе Люберцы приемные родители получили консультацию не только юристов, но и представителей Управления опеки и попечительства. У нас были случаи, когда родитель восстанавливался в родительских правах, но в интересах ребенка его не передавали сразу по решению суда родителю, а проходило какое-то время, родителю, восстановленному в родительских правах, давали время на адаптацию. Многодетная семья живет в специализированной тамилинской деревне СОС. С раннего утра до позднего вечера родителям сложно найти даже несколько минут, чтобы отдохнуть. Поэтому для них очень важна поддержка специалистов. На самом деле это хорошая идея, что для малой имущей, для приемных, для больших семей юридическая помощь нужна. Даже просто прийти, какой-то вопрос задать, не платить деньги, не стоять там в очереди записываться. Во Всероссийский день правовой помощи детям юристы вели прием семей опекунов и попечителей в семи учреждениях Люберецкого района. Приходили с разными вопросами, начиная от того, какие имеют права многодетные семьи, также дети, которые остались без попечения родителей, что их ожидает в дальнейшем в этой жизни. Я надеюсь, что в будущем наш центр будет проводить такие мероприятия более часто. При этом Единый Центр оказания юридической помощи в городе Люберце оказывает бесплатные консультации постоянно каждую среду с двух до семи часов вечера. Вадим Акентев, Максим Горсков, Люберецкое районное телевидение.